Ом ТВ Юэй про найголовніше. Підпишіться і не пропускайте нові відео. Обовязково пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми сильні, коли об'єднані. І об цьому теж треба говорити. Підпишіться з друзями. 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 себе результат. А когда это ни хера не работает, я вот о чем. Когда ты хоть и денег вкладываешь, и в ООН там бесишься, и то, и все, и Путин. Ой, говорит, кулаки сжимаются, там дети гибнут. А что ты кулаки не сжимаешься, что дети в буче гибнут? Ну и так далее. То есть и тут вот бессилие возникает, что ты-то вроде как разыграл партию, но естественно не единственная выгода приобретать Москва, которая само собой. Но все-таки. А она, понимаешь, результаты-то не дает. Результаты не дает, но он скоротечный. Такой, который в общем капитализирует сложноватенько. Да, потому что они рассчитывали на это разделение помощи между Израилем и Украиной, с той же Америки, не в пользу Украины. Выразимся так. Извини, что я перебил. Ну вот, просто уточню. Да, и поэтому, естественно, игра Москвы, которая строилась на попытке балансирования внешнего, по крайней мере, видимости балансирования между интересами Израиля. И палестинцев она уже отошла в прошлое. Валяет дурака. По полной программе. Что пришло время записать отдельный ролик про великого склеивателя России, замечательного юмориста Евгения Чичваркина. Помню, где-то полгода назад он заявлял, что главный промах Российской Федерации в том, что мало денег платят тем, кто уходит воевать в Украину. Он это говорил на полном серьезе, точно так же, как на полном серьезе, выдал на днях следующее. Мы проиграли. Это он про Украину и западные страны. Давайте просто признаем. Запад выстроил на полстраны забор, из-за которого не выпускает ни людей, ни деньги, но за этот забор закидывает все время деньги за нефть, газ и прочие ископаемые. Ни слова про то, что газ и нефть уже в сокращенном формате поступают в Европу. Ни слова о том, что Россия вынужденно продает свои ресурсы за бесценок Китаю. Зачем? Не нужно. Это не для склеивателя России. Главное для Чичваркина было в этом пассаже донести, что не стоит сопротивляться. Россия все равно в долгую переиграет. Там за забором много денег и людей. Все восстановилось. Феноменально бредит Чичваркин про Россию. Что там восстановилось? Ушла Икея, компании, которые производят мебель, на высоте. Серьезно, да? А я думал, что логистика пошла по известному половому органу. И все запчасти, в том числе материалы, теперь стоят баснословных денег. Китайские микроволновки на колесиках прекрасно продаются. Но это не микроволновки на колесиках, а хорошая продукция, которую действительно Россия закупает в Китае. Но, естественно, за баснословные деньги. Плюс сюда же эти таможенные платежи. Плюс переклейка на Made in Russia. Идем дальше по бредовому анализу от Чичваркина. Все хорошо, Запад сделал все своими дебильными санкциями. Конечно, теми самыми дебильными санкциями, которые уничтожили теневой танкерно-нефтяной флот Путина. Да, и сигналами, после которых даже Казахстан отказался помогать России с параллельным импортом. Да, да. Чичваркин добавил, что в России, несмотря на уход многих западных компаний, быстро ко всему приспособились. И дальше просто умора. Доказали, что могут сделать свою мебель, но этот бред я уже разобрал, свою вкусную точку, да, с битым стеклом, с плесневелой картошкой фри, с булками, которые клюют вороны и подъедают мыши. свой Старбакс. Речь идет о том, как Тимоти своровал бренд, что-то там чуть переделал совсем немного, и в результате получился Старкофи или что-то такое. Качество отвратительное. Капитализация упала на несколько десятков процентов, по-моему, до 70 или до 80. Все, что Путин говорил, так и есть, все сделают сами, а вы без нас не можете. Я, конечно, понимаю, что, наверное, Чичваркин создал себе образ великого юмориста, пост-метаирония как бы сквозит в этих заявлениях, но нет, ребята, это склеиватели России. Смотрите на их изречение именно с такой позиции. Все, на что они нацелены, это создать иллюзию, что у России огромный запас прочности, причем именно в тот период времени, когда у России истощаются и человеческие, и технические, и экономические ресурсы. На этом же фоне кремлевская пропаганда пытается расколоть гражданское общество в Украине, создать видимость того, что Запад отвернулся от Украины, в общем, вызвать ощущение апатии, чтобы на спинку легли, лапки кверху. Так что я не удивлен этому заявлению Чичваркина, даже если оно было сделано в ироничном стиле, сейчас неуместно шутить, а то вы превратитесь в солиста группы пошлой Молли, который говорит, что зачем этот польский язык, давайте говорить по-русски, была же империя. И после того, как его все захейтили, начинает отвечать, что ну я же пошутил, а вы не выкупили. Подписывайтесь на канал и не пропускайте новые видео, пишите комментарии и делитесь с друзьями. Мы также будем благодарны за поддержку нашей работы на Patreon или других удобных платформах. Реквизиты в описании к видео. До новых встреч!